Здравствуйте! 2017 год в Азербайджане запомнился яркими событиями в мире искусства и культуры, в их числе и 70-летие выдающегося азербайджанского пианиста, народного артиста СССР Фархада Бадалбели. О творческом пути и развитии музыкального искусства в Азербайджане мы сегодня поговорим с самим музыкантом. Здравствуйте! Для начала, конечно, хотелось бы вас поздравить с юбилеем и с наградой. Совсем недавно на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил вам орден Истеглал. Что для вас значит эта награда? Это очень важная награда. Я и господин президенту это рассказывал. Мне отец рассказывал, что в 2019 году, когда была Демократическая Республика, его отец Бадалбек, знаменитый деятель, просветитель, всегда приводил к зданию Академии наук, который сейчас на улице Истеглал. И там наверху из электрических лампочек горел лозунг «Я шоссе нестеглали, да здравствует независимость». И он всегда показывал, дети, вот видите, мы наконец стали независимыми. Но, к сожалению, в 2020 году Красная Армия пришла, и наша независимость пала. И поэтому прошло 98 лет, я вспоминаю эту историю с 2019 года. И вот теперь многоуважаемый президент независимого Азербайджана вручает мне орден Истеглал. Вот такая, как бы, такой мостик между 2019 годом и 2017 годом. Очень, есть какой-то символ в этом. Даже потом был мой покойный друг Сянана Ализадем, он был тогда мэром города. Я его очень просил назвать эту улицу улицей Истеглал. И так она сейчас и называется. Вот так маленькая история. Поэтому этот орден, во-первых, он очень почетный. Его вручает сам президент, за что я ему огромную благодарность выражаю. Он принял, побеседовали мы о наших проблемах, о успехах, о перспективах. И этот орден, конечно, для меня большая честь. В декабре ваш юбилейный концерт прошел в Москве. Насколько я знаю, вы подготовили какой-то особенный подарок московской публике. Расскажите, пожалуйста, какие впечатления у вас остались после концерта. Вы знаете, московская публика очень благодарна. Она требовательна, но очень благодарна. И причем это бывают очень простые люди с небольшим доходом, но они все свои средства тратят на то, чтобы пойти на концерт, на какую-то премьеру, на какой-то вернисаж. Поэтому духовная жизнь Москвы очень богата. В один вечер могут быть 20 премьер в театрах, там, не знаю, 10 концертов интереснейших на разных площадках. А зал Чайковского – это один из самых престижных залов Москвы. Это была большая честь для меня там играть. Инициатором этого концерта выступил черепчайный полномочный посол наш в России, мой друг с 60-летним стажем по ладбель-белеглы, за что я ему тоже очень благодарен. Огромную поддержку оказал фонд Гейдар Алиева, который взял на себя все очень большие хлопоты по организации этого концерта. Так что я тоже фонду выражаю большую благодарность. Все хотели помочь. Поэтому надо было хорошо играть, и надо было подготовить какую-то необыкновенную программу. Но в первую очередь я, конечно, азербайджанскую музыку играл. Это Фикрет Амиров и Эльмира Назирова концерт для фортепиано с оркестром. А потом мою аву Марию спела «Итальянка» и «Азербайджанец». Это тоже было в Москве впервые. И вот Сюиту Рахманина, да, Гершина концерт играл. А во втором отделении мы сыграли Сюиту Рахманина для двух фортепиано. Это написано только для двух фортепиано. А мы с Мурадом Адгюзалзаде решили заказать специально для нас оркестровку, чтобы это было с оркестром. Ну, это очень богато, красиво. И это была премьера в Москве. Москвичи это оценили, потому что это было первое исполнение в Москве, поэтому интерес был очень большой. Вот, и рад, что эта премьера прошла с успехом. Вы вообще много гастролируете, играете азербайджанскую музыку. Как иностранная публика относится к азербайджанской музыке? Вы знаете, с гордостью можно сказать, что они знают, что Азербайджан – какое государство. Но раньше всегда, вот когда игралась музыка Караева, Амирова, это был шок. Они не представляли, что симфоническое искусство в Азербайджане на таком высочайшем уровне. Конечно, это Узербия Гаджбеков, это благодаря нему все развивается, все развивалось в Азербайджане. Конечно, школа Караева потрясающая, это школа Шостаковича, он учился у Дмитрия Дмитриевича. Поэтому азербайджанская музыка, ее колорит, ее народность, ее вкуснота, я бы сказал, такая сладость, совместно с хорошим профессиональным мастерством композиторов дает блестящий результат. Поэтому везде на ура проходит произведение и Кара Караева, и Фикрет Амирова, и Арифа Меликова, и Фрэнгис Ализаде. Это и есть большое завоевание азербайджанской музыки. А что для вас значит быть музыкантом? Ну, как вам сказать, каждый человек рождается для какой-то профессии. Я, например, считаю, самая главная профессия – это доктор и учитель. Потому что доктор спасает людей, и, по-моему, это самая важная профессия в мире. Учитель тоже очень важно, потому что от этого зависит все развитие общества. Если в обществе к учителю большое почтение, то это общество будет развиваться. Поэтому музыка в этом смысле была моим призванием. И я рад, что я не только музыкант, а все-таки еще учитель. Потому что у меня замечательные студенты, народные артисты. Это Мурат Гусейнов, Мурат Адагизал Задея, Азиза Мустафа Задея, который сейчас по всему миру гастролирует. Исфар Сарабский, джазовый пианист. Эмиля Фрасяб тоже. Вот они джазовый пианист, а прошли мою классическую, не мою, а нашу классическую систему образования. Поэтому они блестяще играют. У них техника потрясающая. Это основа всего. И я рад, что в их судьбе есть немножко моя доля учителя. Вот поэтому учитель — это важно. Но я просто был музыкальный учитель, потому что музыку очень люблю. Отвечая на ваш вопрос, почему я музыкант, потому что в семье, где я родился, практически 90% все были связаны с музыкой. Отец, дядя — это не Азизий дирижер, это Фрасяб Бадалбейли, первый автор национального балета «Девичья башня». Отец — музыкальный режиссер, практически основатель нашего театра музыкальной комедии. Вот. И поэтому вокруг всегда была музыка. Я сам любил музыку. Вот как-то с детства ставил пластинки, дирижировал. В общем, жил в этой ауре. И тогда, в те годы, не было компьютеров, не было отвлекающих. Были только пластинки. И мы ходили в кино и в театры. Поэтому дети были достаточно очень, я бы сказал, и начитаны, и образованы. Вы сейчас сказали о том, что вы педагог. Уже более 20 лет вы руководите Бакинской музыкальной академией. Я лично, когда прохожу мимо здания академии, постоянно из окон звучит музыка. Будь то выходной день или рабочий, вплоть до позднего вечера. Что вы, как педагог, как ректор Бакинской музыкальной академии, можете сказать о сегодняшней азербайджанской молодежи, которая решила связать свою жизнь с музыкой? Вы знаете, они герои. Почему? Потому что связать свою судьбу с классической музыкой, сегодня это подвиг. Потому что сегодня очень легко, даже не зная музыкальная грамота, найти 2-3 аккорда и зарабатывать большие деньги. Есть шоу-бизнес, есть свадьбы. Это все очень легко и достаточно хорошо финансово оплачиваемо. А классические музыканты, представляете, виланчелист или фаготист или волтарнист, они могут работать только в оркестре симфоническом. И заранее обрекают себя на не очень богатое существование. Но любовь к музыке, к классике такова, что они идут на этот путь. Я снимаю перед ними шляпу, очень люблю своих студентов и всячески стараюсь им помочь, как могу. Они молодцы. Сегодня, оглядываясь назад, какие бы моменты в вашем творческом пути вы бы назвали самыми важными, яркими, может быть, даже переломными в каком-то смысле? Ну, наверное, самые яркие все-таки победы в Праге и в Лиссабоне. Это 1967-1968 год. Не пугайтесь, это очень далекие цифры. А потом гастрольная жизнь в очень много стран, практически вся Европа. Это и с Московским симфоническим оркестром, с Иерусалимским симфоническим оркестром в Америке. Мы дали 17 концертов по всей Флориде, в лучших залах Флориды. Там потрясающие концертные залы. Это и концерты в Сан-Ремо, очень красивые зали, потрясающие залы в Чехии, в Словакии. Незабываемый концерт в Вене, в концертном зале моцартовском, где я играл в Агифу Мустафа Заде с венским оркестром Камерном. В Москве я выступал в 70-80-е годы практически каждый сезон. И Большой зал Московской консерватории, и зал Чайковского, колонный зал Дома Союзов, тогда назывался. И киноконцертный зал России, который, к сожалению, снесли. Словом, мне трудно сказать, но я могу ответить, что я мог сделать гораздо больше. К сожалению, наверное, восточная лень сыграла свою роль. И потом, если говорить серьезно, все-таки общественная жизнь после 90-го года, она поменялась. Мы все поменялись тогда. Появились огромные обязанности у меня. Я тогда был один из создателей Бакинского центра искусств, очень важного тогда органа, который представлял Азербайджан во многих странах мира. Это нас вообще никто не знал. Информационная блокада была жуткая, и мы пробивали все это. Поэтому это несколько отвлекало от основной деятельности. А что такое пианист? Это ежедневный такой же тяжкий труд, как у балерин, циркачей, спортсменов. Только спортсмены заканчивают свою карьеру в 35-40 лет, а пианисты обязаны это продолжать до конца жизни. Поэтому незабываемые были концерты, конечно, с Муслимом Агамаемом в Израиле, я помню, с нашим Рауфом Атакишимом, потрясающим певцом и пианистом в Москве, на Украине. Много было. Незабываемые концерты, конечно, с фантастическим маэстро Ниази, которым я очень обязан, который много сделал для моего музыкального воспитания. В общем, мне везло на великих людей. Вы сейчас говорили еще и о своей общественной деятельности. В 2007 году в составе группы творческой интеллигенции Азербайджана вы совершили поездку на оккупированное Армении и азербайджанские земли. Были вы в городе Шуша, где родился ваш отец, известный театральный режиссер, в городе, который считался колыбелью азербайджанского музыкального искусства, который называли Консерваторией Кавказа. Как вы сегодня вспоминаете об этой поездке? С огромной болью, что я могу сказать. Разрушенный мертвый город, ослепленный, оскорбленный, обесчестен. Шуша произвела на меня страшное впечатление. Особенно разрушенный дом Бюльбюля. Я там даже уж не выдержал. Такой был шок. И боль. Потому что я в последний раз там был с великим Гейдаром Алиевым на открытии памятника Багифу-поэту. Была зима, был снег. Шуша была такая прекрасная, белая. А сейчас все мы живем в надежде, что мы обязаны вернуть этот город. Потому что Азербайджан без Шуши представить невозможно. И Шушу вернем. Я в этом убежден. Еще такой вопрос. В Азербайджане уже стал традиционным международный музыкальный фестиваль. С 2009 года он проходит в городе Габала. И вы его художественный руководитель. С вашей точки зрения, какие основные задачи ставит перед собой фестиваль? И какую роль он играет в музыкальной жизни страны? А может быть и не только Азербайджан? Я очень был горд, когда многоуважаемый господин президент отметил Габалинский фестиваль. И отметил, что я художественный руководитель. И фестиваль стал большим явлением нашей общественной жизни. А основная задача, я вам скажу, основная задача – это просветительский момент. Мы стараемся, чтобы не все было очень тяжело. Там есть концерты Мугама, концерты джаза, фламенго, кубинский джаз. То есть фестиваль очень разнообразный. И потом гостями фестиваля были всемирно известные исполнители. Это Борис Березовский, Денис Мацуев, Юрий Башмет, московские виртуозы под управлением Спивакова, московский оркестр под управлением Башмета, Репин, Скрипач. То есть такие мастера, которые во всем мире имеют огромный международный авторитет. Поэтому я очень рад, что обычный зритель, причем туда уже приезжали из Гянджи, из Шаки, из Измайлов, уже это стало модой. Вот я очень рад, что мы эту моду на хорошую классическую музыку все-таки ввели. Спасибо. Конечно, хотелось бы пожелать успеха и фестивалю, и вам, вашей дальнейшей и творческой, и общественной деятельности. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Спасибо. А я напомню, что о творческом пути музыканта и о развитии музыкальной культуры в Азербайджане мы сегодня говорили с выдающимся азербайджанским пианистом, народным артистом СССР, ректором Бакинской музыкальной академии Фархадом Бадалбели. Фархадом Бадалбели